А самый крупный в России виноградный питомник появится в Тимрюкском районе. В нем будут выращивать до 3 миллионов саженцев в год. Для сравнения, в 2015-м такое количество получили в целом по стране. Строительство нового объекта во все идет под станицей Старатитровской. Ход работы ценили краевые и федеральные специалисты. Проект питомника создавали с учетом опыта европейских коллег. Сейчас здесь обустраивают резервуары для системы капельного орошения и возводят лабораторию. В ней с помощью высоких технологий будут прививать саженцы. Половину площади займут современные теплицы. Выращивать в них будут только те сорта, которые пользуются спросом. Например, шардоне, савиньон, каберне и другие. Такой масштабный проект оценили почти в полмиллиарда рублей. Он рассчитан на 3 миллиона саженцев. То есть, по сути дела, этим проектом мы в два раза увеличиваем мощность России в производстве привитых высококачественных саженцев. Это очень важно. Это база для всего развития, можно сказать, российского виноделия. Агрофирма «Южная», на территории которой строится питомник, получила господдержку. Деньги на закупку посадочного материала. Комплекс должен заработать уже в феврале. Кубань с точки зрения эффективности работы в области виноградственного виноделия. Это и по, собственно, доходам в региональный бюджет, это по урожайности, это по объемам производства. Это действительно сегодня лидер. После осмотра стройки за круглым столом участники встречи говорили о проблемах и мерах развития виноградарства. Необходимо, конечно, изменение законодательства, чтобы можно было рекламировать вино. Сейчас это невозможно сделать. Есть предпосылки к этому, что вино из собственного винограда должно быть доступно для потребителя в части информационных посылов. Мы договорились об этом, что будем изменять и вносить изменения в 171 закон. Чтобы сделать кубанское вино более популярным в России, группа компаний «Ариант» планирует построить в крае винный туристический центр. Если все пойдет так, как задумали, то через три года отечественные напитки займут 70% рынка страны. Вероника Сраженко, Александр Брюксин, Кубань-24, Темрюковский район.